Привет всем, кто готов обретать новые интересные навыки, которые сделают вашу жизнь чуть-чуть позитивнее и проще. Как всегда, лайфхаками с вами делюсь я, Катя Пытлива. Приступим! Ну а начну, пожалуй, с самого обсуждаемого ныне, но пока не подтвержденного конца света. Все-таки 21 декабря не за горами, и некоторые к нему активно готовятся. Мы тоже не останемся в стороне. Я вот, например, рекомендую вам положить на всякий случай в этот день в сумку универсальное спасательное средство. Гигиенический тампон. Причем универсальный не только для женщин, но еще и для мужчин. Как же нам в постапокалиптическом мире может помочь тампон? Тампоны стерильные, их упаковка герметична и водонепроницаема. Они разработаны так, чтобы впитывать как можно больше жидкости. Это и делает тампон отличным материалом для срочной перевязки. Также в медицинских целях можно использовать и аппликатор. Разрезаете, и ваша шина для сломанного или вывихнутого пальца готова. Тампон – это еще и примитивный фильтр для воды. Конечно, он не спасет вас от тяжелых металлов и химических загрязнений. Но вот с очисткой воды от примесей и мелких частиц взвеси справится замечательно. Не секрет, что хлопок легко воспламеняется. Из одного тампона, если его как следует распушить, получится 3-4 небольших кучки материала для растопки. Как бы это странно не звучало, но сразу после конца света мы будем встречать Новый год. И по этому поводу тоже есть довольно много оригинальных лайфхаков. Для начала украшаем дом или рабочее место с помощью зубной пасты. Хотите оригинально украсить окно или в данном случае монитор – не вопрос. Разведите немного белой зубной пасты, распечатайте снежинку или какой-нибудь рисунок и вырезайте трафарет. А теперь двумя способами наносим раствор из пасты. Либо как в детстве на уроках рисования с помощью щетки, либо тихонько обыкновенной губкой. Ну вот ваш новогодний морозный монитор и готов. Можно создать себе новогоднее настроение или сэкономить на подарки с помощью обыкновенной, ну главное, закрывающейся банки. Думаю, всем знакомы снежные сувенирные шары. Так вот, поверьте, вы можете сделать своими руками не хуже. Берем любую плотно закрывающуюся банку, на крышку с помощью клея крепим к понравившуюся фигурку или композицию. Теперь заполняем банку обыкновенной водой. Добавляем пару капель глицерина, хотя я в этом лайфхаке обошлась и без него. Засыпаем блестки, можно использовать те, что применяют в маникюре, аккуратно их размешиваем. Закрываем банку и все, ваш снежный шар готов. А вот за следующий лайфхак хочется поблагодарить нашу пользовательницу Наталью Шевчук, которая предложила оригинальный способ использования оставшейся в одиночестве зимней перчатки. Берем, к примеру, стакан или старую кружку и перчатку, которая у вас осталась без пары. Лучше, если это будет гибрид перчатки и варежки. Дальше все просто. Надевайте перчатку на стакан и новая офисная подставка для канцелярских принадлежностей готова. Кстати, вы можете ее еще использовать как подставку для телефона. А применив фантазию, можете и украсить как душе угодно. Еще раз большое спасибо Наталье. Как и обещала, вам достанется большой пакет подарков от нашего портала. Ну а если вы хотите поделиться своими секретами или находками или открытиями, то обязательно присылайте свои лайфхаки на адрес eosobakatutby.com. Без подарков не останется никто. С ненужными перчатками мы разобрались. А теперь давайте-ка выясним, а как можно зимой апгрейдить нужное. Все-таки на морозе не всегда приятно и удобно пользоваться мобильным телефоном. Вам же каждый раз приходится снимать перчатку. Так вот, я знаю, как вам помочь. Вам понадобятся всего лишь старые наушники. Итак, от наушников берем провод и вскрываем его. Внимание, не забудьте снять обмотку из тех проводков, что внутри. Теперь берем иголку и используем провод в качестве нитки. Делаем пару стежков на перчатке. Вот и все. Теперь вы можете делать на своем смартфоне все, что угодно, не снимая перчаток на улице. Ну и еще пару лайфхаков на праздничную тему. Ну, допустим, вы решили с друзьями отметить приход Нового года. У вас даже кое-что оказалось под рукой, а вот штопора под рукой и стаканчиков не оказалось. Что же делать? Вам помогут стикеры, стена и... ботинок. Вставляете бутылку внутрь ботинка и несколько раз ударяете получившейся конструкции о стену. Главное, чтобы бутылка была строго перпендикулярна поверхности стены. Постучав в стену минут 10, мне удалось открыть, ну точнее достать пробку всего лишь на пару миллиметров. А вот у коллег из сети получилось гораздо быстрее. На самом деле в этом лайфхаке важен каблук, точнее его отсутствие у ботинка, дабы сила удара не гасилась слоем резины. В этом-то и таилась моя ошибка. Кстати, вместо ботинка можно использовать и книгу потолще. Ну а если у вас нет пластиковых стаканчиков или вообще чего-то похожего на кружки, вы можете в качестве стопочек использовать обыкновенные стикеры. А еще я хочу сегодня научить вас печатать на ткани. Вы можете это умение применить где угодно. Можете напечатать вот такое изображение и сделать оригинальные салфетки для праздника. Можете, например, опять же напечатать что-то, а потом пришить это на майку. Но главное, что у вас есть возможность что-то напечатать. Так вот, как же это делается? Берете кусок ткани, желательно, чтобы это был хлопок. Проклеиваете края, чтобы ваша заготовка не застряла в принтере. Можно использовать изоленту. И все, отправляете конструкцию в печать. Только заранее убедитесь, чтобы ваш рисунок находился ровно посередине листа. Ну вот, собственно, и все. Надеюсь, что вы открыли для себя что-то новое и интересное. С вами была Катя Пытлива. Увидимся!